КНАУФ – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Список оставшихся в строю игроков клуба «Газпром Югра» перед кубковой игрой стал еще короче. Рабиньо и Нета не могли помочь команде из-за дисквалификации. Столь заметные потери вынудили КК поменять тактическую схему. Югорчане отказались от прессинга по всей площадке и встречали соперников на своей половине. Тем не менее, счет в финале Кубка России открыли футболисты «Динамо». Отличился Нанда. После пропущенного гола хозяева все так же придерживались своей линии и в итоге дождались. Отбор в центре площадки, контратака и точный удар Дмитрия Лыского – 1-1. Но на 19-й минуте югорчане ошиблись при выходе из-под прессинга. И «Тату» вывел подмосковный коллектив вперед. «Газпромовцы» опять нашли силы и возможность отыграться, но уже во втором тайме. После розыгрыша углового дубль оформил Дмитрий Лысков. Ничейный счет продержался недолго. «Динамовцы» опять ушли в отрыв после гола в исполнении «Серила». В оставшиеся до финального сирены 15 минут результат на табло больше не менялся. «Всегда тяжелее сидеть и переживать где-то на трибунах, на скамейке. Тяжело переживать. Но мы знали, что игра будет такая нервная и то, что команда «Газпром» будет тянуть время, потому что у них мало игроков. Поэтому они сегодня сделали, наверное, все для того, чтобы игра получилась не настолько быстрой. «Игра» сложилась очень тяжело. Время шло, наверное, первый раз в моей жизни, как очень долго. Нас очень мало народу. Кто-то дисквалифицирован, кто-то травмирован. Играли в шесть человек буквально. Терпели на зубах. «Динамо» выиграла со счетом 3-2. И, как отметили наставники команд на послематчевой пресс-конференции, финал еще продолжается. Финальное противостояние еще не окончено. Нас ждет второй ответный матч в Щелково. Думаю, что содержание будет похоже. Обычно, когда встречаются две сильных команды, идет очень упорная борьба. И, как я уже говорил, еще непонятно, кто станет победителем. Нас ждет упорное противостояние. Это поражение. Но финал состоится в минимум 100 минут. Сегодня было первые 50. И это реально, это никого не будем обманывать. Наша задача в этот первый матч было оставаться живым на следующий матч. И я думаю, что финал открыт пока. Но за этот счет можно еще играть. Можно еще пытаться выиграть следующий матч. Ответный матч финала Кубка России состоится в среду в Подмосковном Щелково. Михаил Ушаков, Александр Буровихин, телекомпания «Норд», Югорск. Специально для Ассоциации мини-футбола России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!